Все-таки вместе подумаем над этой задачей, потому что, ну так, пока абстрактно, определение еще не до конца понятное. Вот у нас есть число из успехов с ними испытаниями гернули. Сколько всего может быть успехов? Какие различные уникальные значения эта случайная величина принимает? От 0 до n. Да, совершенно верно, да, она принимает значения от 0 до n, поэтому давайте писать так. Итак, у1, первое, так сказать, уникальное значение, которое может принять случайная величина, равняется 0. у2 равняется 1. у3 равняется 2 и так далее. Ну, последнее значение у нас n, но если 2 это у3, то n, соответственно, у n плюс 1. у n плюс 1 равняется n. Вот. То есть, k в этой задаче у нас равняется n плюс 1. k уникальных значений, в данном случае, n плюс 1. Ну, тогда математическое ожидание x, просто по тому второму определению, которое мы с вами сегодня записали, это есть 0 умножить на вероятность того, что x равняется 0. Ну, это все равно, и в Африке, так сказать, 0, тут деваться не было. Плюс 1 помножить на вероятность того, что x равняется 1. Вот это уже более интересно. Ну, плюс 2 на вероятность того, что x равняется 2. Плюс и так далее. Плюс n помножить на вероятность того, что x равняется n. Вот. Ну, вычислять вероятность того, что x равняется 0, явно не нужно. Но, тем не менее, можно просто задаться общим таким вопросом, а с какой вероятностью x равняется i? Какому-то i. С какой вероятностью x принимает данное конкретное значение i? Ну, то есть, в схеме испытания вернули ровно и успехов. По-моему, мы в прошлый раз эти вероятности считали. Вероятность того, что в схеме испытания вернули ровно и успехов. Перебрать все последовательности с единицами n с нулями, да? Вычислить вероятность каждой из них согласно вот этой формуле. Ислать лиц? Ну, если в последовательности i единиц, то вот здесь вот стоит i, правильно? Сумма — это просто i. А вот это, соответственно, n минус i. Верно? А сколько всего таких слагаемых? Сколько есть последовательностей, в которых ровно и единиц? Из-за этого. С из n по i. Вот мы в прошлый раз так это и поняли, что получается с из n по i на p в степени i на q в степени n минус i. То есть, на самом деле, мы знаем, конечно, как выглядит каждый из слагаемых в этой сумме. Это уже хорошо. Сейчас я попробую записать с помощью значка суммирования, чтобы было покороче и в каком-то смысле попроще преобразовывать. Итак, вот то, что здесь написано, переносим сюда, равняется. Можно написать так. Это сумма по i от 0 до n и на c из n по i на p в степени i на q в степени n минус i. Вот если бы здесь не было i в качестве замножителя, то была бы просто сумма, которая называется бином. Если бы i закрыть, то что получилось бы? Бином нету. Бином. А чему равен бином, если i нет? Чему равен бином? p плюс q в n, правильно? Да, она единица. То есть единица. Ну, я думаю, мы вот с вами в прошлый раз тоже такую вещь встречали. Но тут есть i. Вот оно все портит. Паразитка. И вот становится уже грустно. Как вот это сосчитать вообще непонятно. Значит, смотрите. Во-первых, внимание, суммировать все-таки от 0 не нужно. Потому что при равном у слагаемое все равно равняется 0. Правда же? Давайте суммировать от единицы с тобой. Сумма по i от единицы до n и на c из n по i, на p в степени, на g в степени n минус и п. Ничего не изменилось. Я только поменял стартовую позицию. С чего стартует вот эта i? Не с 0, а с 1. Так, а вот теперь я буду действительно содержательно приоразовывать. Равняется сумма по i от единицы до n и умножить на... А c, что это, c из n по i, спешу через факториал. n факториал поделить на i факториал, на n минус и факториал. n факториал на i факториал и на n минус и факториал. Так, p, выдай, пока не трогаю, давайте, q, v, n минус и дай тоже. Сейчас трогаем через некоторое время. Для начала давайте i и i факториал сократим. i минус и факториал. i минус и факториал. Да, совершенно верно. В знаменателе останется i минус 1 факториал. С равно сумма по i от единицы до n. n факториал поделить на i минус 1 факториал. n минус и факториал. p, в этой. q, в n минус и дай. И вот тут давайте я причеркну важный момент. Зачем я перестал суммировать от нуля и начал суммировать от единицы? А затем, чтобы вот здесь не было 0 минус 1 факториал. Ну что такое минус 1 факториал, совершенно непонятно. А мне и не нужно суммировать от нуля, достаточно от единицы. Что такое 0 факториал, я думаю, все поняли. 1. 1, правильно, да. То есть здесь все совершенно грамотно написано. Вот ровно ради этого я сменил суммирование от нуля, да, на суммирование от единицы, да, это важно. Теперь давайте сделаем такое хитрое преобразование, до которого можно додуматься на самом деле, только зная ответ в задаче. Но ответ, давайте я все-таки скажу, забегая, так сказать, вперед, ответ-то в общем напрашивается. Мы считаем с вами мат ожидания числа успехов. Мы выяснили еще перед началом всех этих вычислений, что если p равняется 1 и 2, то вроде совершенно ясно, что среднее должно получиться n по полу. Это мы еще выяснили, да? Ну а если p равняется не 1 и 2, а 1 и 3, ну вот сколько в среднем должно быть успехов? 1 и 3. Ну 1 и 3, то есть np вообще, ответ, наверное, напрашивается n умножить на p. Ну вот я сейчас, руководствуясь этой интуицией, получу, собственно, именно этот ответ. Смотрите, давайте я n, умноженное на p, вынесу за скобку. Суммирование идет по i, поэтому n можно вынести за скобку. И p, одно, можно вынести за скобку. При этом по i от единицы, поэтому p, b минус 1 будет корректно. Так, ну давайте, значит, n, b выносим за скобку. Дальше эта сумма по i от единицы до n. n минус 1 факториал на i минус 1 факториал. А вот это вот n минус i, давайте я запишу вот так. Это будет n минус 1 минус i минус 1 факториал. Это я n минус i таким вот дурацким способом переписал. Дальше идет p в степени i минус 1. Вон оно p выделило, но p мы вынесли за скобку, осталось p в минус 1. Ну и q перепишем так же, как вот этот знаменатель. То есть будет у в степени n минус 1 минус i минус 1. То есть опять, n минус i я просто переписал как n минус 1 минус i минус 1. Это точно. Посмотрите, если i равняется 1, то i минус 1 это 0, правильно? Если i равняется 2, то i минус 1 это 1. Ну а давайте я так напишу. Это будет сумма, так np осталось снаружи, сумма, ну скажем, по g от 0 до n минус 1. n минус 1 факториал поделить на g факториал и на n минус 1 минус g факториал. Тут будет p в житой q в степени n минус 1 минус g. Ну то есть действительно, если я вот в этом месте подставляю i равное 1, куда бы то ни было, у меня получается 0. Но это то же самое, что подставить g равное 0 вот в это выражение. Если я подставляю i равное 2 куда-либо здесь, то это то же самое, что подставить g равное 1 в это выражение. И так далее. i равное n, n минус 1 факториал, как раз соответствует g равному n минус 1. То есть я, как говорят математики, сделал замену переменных. Я заменил i минус 1 на g. Но если i менялась от единицы данной, то g, которое равно i минус 1, меняется от 0 до n минус 1. Вполне естественно. Так, товарищи, вот это что такое? Это ведь тоже какой-то длиминальный коэффициент. Какой? Это c из n минус 1 по g. Это c из n минус 1 по g. Гениально, да. Смотрите, суммирование идет по g от 0 до n минус 1. c из n минус 1 по g. П в жид и q в n минус 1 минус жид. И что получится? Бином. Чисто видно. Ну, если очень хотите, давайте я вот это n минус 1 теперь обзову просто буковкой м, просто переобозначу. Тогда здесь у меня тоже стоит м, и здесь у меня тоже стоит м. То есть у меня написано вот так. np умножить на сумму по g от 0 до m. c из m по g, p в степени g, q в степени m минус жид. Ну, ну, вот это-то вы точно узнаете, бином. Да. Это p плюс q в степени m, то есть в степени n минус 1. А p плюс q это единица. И неважно, в какую степень ее возводить, в n или в n минус 1, вот мы вычленили то слагаемое, то выражение, вернее, которое вы читать умеете. Это бином. Помните, я там загровал букву и, да? А сейчас ее нету. Я сумел ее хитрыми преобразованиями полностью извести. Все, у меня получился mp. Полное счастье. Ну, а это, конечно, не прострадание. То есть вам пришлось преодолеть длинную вот такую портянку трудностей, после которой получилось mp. При этом, ну, вы, скорее всего, не нашли бы этого mp, если бы не догадались с самого начала, что mp должно получиться. mp интуитивно получается, и вот оно получилось. О, радость. Все это не нужно было в каком-то смысле делать. А можно было воспользоваться линейностью математического ожидания. Чем бы вы ни захотели воспользоваться, хотя на доске все было, ну, просто вам-то еще было непривычно. Продолжение следует... Продолжение следует...